В ней появлялись нивизмы, какие-то узоры, она пелась легко и текла, как и как, то считалось, что место здоровое, место красивое, правильное, атмосфера там очень благоприятная. И сегодня мне очень приятно пелся трюк, мне было легко действительно его петь, как будто развивались в моей родной трюк Лена. И за это, конечно, вам благодарность, потому что все, что мы сегодня услышим и почувствуем, мы создаем прежде всего с вами вместе. Ибо я сама не знаю, как и что будет звучать. Для меня тоже это может оказаться сюрпризом. Дальше мы будем слушать и очищаться вместе с белыми и яркими птицами. Это получается, что не конкретно про птиц, вот я пою про птицу, вот у кошку, сейчас мы вам ее на экране покажем, указкой лазерной. Нет, это тотемы, это символы. Не воспринимайте птичек и животных, которые вы сегодня слышите, конкретно как животных. Это знаки, это как мантры. Получается, что мантры можно повторять по 108 раз и всю жизнь одну и ту же петь, да? А птичек и лошарок нельзя? Можно. Это тоже мантры, это тоже своеобразные заклинания. Это как в Гарри Поттере волшебные слова, только через звуки природы. И поэтому мы сейчас вместе с белыми кораблями, чайками, сойками, гагарами, гукушками, гугарями, тетелемами, сими-сими птицами, фигами, сомами, отправимся в это путешествие, где птицы-символы, в кончиках вселепрянных крыльев соберутся наши. Птицы-символы, обращенные обиды, какой-то стоя и хлам, который он очень любит за тобой в пожизненных оттаскать. Он скажет, хватит, сбрасывай старые пенни, поясни. Луэль Хаммандра, поющий и писатель. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...